всем привет из солнечной весенней франции я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами немножко о духах рассказать о том как выбирать духи как можно сделать так чтобы аромат был шлейфовым и какие могут быть вариации духов в зависимости от времени года в зависимости от событий от мероприятий повседневные вечерние духи и так далее как выбирать духи подарок тоже часто задают вопросы слышу ли эти вопросы от своих друзей часто мне задают вопрос а как ты выбираешь себе аромат на что ты опираешься с новостью поэтому я вот решила сегодня собрать все это в одном видео немножко поделиться с вами собранными знаниями вы все наверное знаете что любой аромат состоит из разных компонентов эти компоненты раскрываются в течение определенного времени по разному и поэтому говорят что каждый аромат имеет верхние ноты сердечные ноты и конечные ноты верхние ноты те которые мы слышим первые 10-15 минут звучат после нанесения аромата затем раскрываются сердечные ноты которые играют мелодию полтора-два часа а то и три и вслед за ними вступают конечные ноты и конечные ноты могут уже звучать 6-8 часов и если духи очень стойкий то это может даже и дольше и до 12 часов как же правильно в магазине выбрать свой аромат часто есть бывает так что пришел в магазин услышала запах аромата или кто-то из промоутеров показал аромат он нам очень понравился мы купили а потом начинаем пользоваться и в течение дня понимаем что это не тот аромат либо конечные ноты какие-то совершенно не те не попадают с начальными очень сильно отличаются либо запах какой-то настолько яркие сильный преследует течение дня и тоже потому понимая что не тот аромат как же быть при выборе духов как поступить специалисты рекомендуют когда вы приходите в магазин и выбираете духи лучше всего этот аромат нанести себе на запястье немножко и подождать и подождать не 10-15 минут подождать день послушать как этот аромат будет звучать на вас если в течение дня он не будет вас раздражать если в течение дня вам будет приятно слышать на себе этот аромат или наоборот вы можете его даже не слышать на себе это говорит о том что эти духи вам подходят а если же вдруг в течение дня вас запах будет немножко напрягать будет преследовать захочется его смыть то это явный знак того что это не ваши духи собой понятно все да как выбрать себе аромат нанес подождал по принюхивался и выбрала как же выбрать духи подарок подарок конечно выбрать духи немножко сложнее мы тоже есть несколько подсказок несколько уловок которые могут помочь когда мне приходится выбирать духи в подарок я обычно это кто это близкие люди кому выбираем духи или мужчинам эти колонус подарок и тогда конечно мы знаем о вкусах которыми которые есть у человека что он любит цитрусовые ароматы свежие сладкие древесные амбровые исходя из этого конечно можно прийти в магазин и выбрать что-то из того что у человека есть что ему больше нравится и из этого же направления но я иногда поступаю по-другому я иногда иду в магазин и зная предпочтение человека которому я выбираю парфюм я все-таки пытаюсь представить этого человека зная его характер зная его темперамент и из каких-то может быть новых духов а наоборот и иногда иду к классике каким-то хорошо забытым запахом и вдруг понимаю что вот она вот она тот запах который будет очень хорошо сочетаться с личностью этого человека можно попробовать таким образом но здесь уже конечно есть нюанс что можно не совсем угадать с духами если боитесь не угадать то лучше конечно выбирать из того предпочтение которое есть у человека еще хотелось сказать о шлейфовых ароматах все знают и все говорят о том что вот и шлейфовые ароматы так здорово когда вы заходите в помещение прошлись по офису вас уже и след простыла человек который заходите за вами понимает что здесь были вы потому что он слышит ваш запах этот шлейф который остается после вас это здорово как же добиться такого шлейфового аромата ведь не все духи не все запахи шлейфовые я знаю один секрет и я этот секрет узнал а когда я сама работала в магазине парфюмерии и сейчас хочу этим секретом поделиться с вами все очень просто во многих марках во многих ароматах выпускают кроме туалетной воды парфюмированной воды и саних духов выпускает еще дополнительные средства по уходу за телом как молочко для тела парфюмированной крем для тела парфюмированный гель для тела парфюмированный иногда вы можете встретить спрей для волос парфюмированный это может быть все что угодно так для для тела парфюмированный потому что так летом очень тоже удобно применять использовать вот все эти дополнительные продукты парфюмированные позволяют создать именно шлейфовый аромат если после душа нанести сначала парфюмированный крем для тела, а потом несколько капель духов или туалетной воды, то у вас как раз получится создать этот шлейфовый аромат, потому что после душа поры нашей кожи раскрываются, и когда вы сразу после душа наносите парфюмированный крем, этот запах, можно сказать, впитывается и остается в вашей коже, и в течение дня он будет позволять создавать вот этот приятный шлейф за вами. И немножко хочу рассказать вам о своих находках в парфюмерии, что мне нравится, что, на мой взгляд, очень интересно использовать, например, сейчас весной или недавно то, что была зима, и мы использовали. Я приготовила сегодня немножко, немножко, небольшую свою коллекцию духов. На самом деле, когда я все это выставила на столик, мне стало немножко не по себе, потому что нужно было, в общем-то, достаточно места, чтобы все это расставить. Вот видите, мы девочки какие, всегда хочется какого-то нового запаха, вот их много есть, а хочется еще чего-то нового. И я очень люблю ходить в магазины парфюмерии, знакомиться со всеми новинками, со всеми новыми ароматами, но слава богу, что их все не покупают, у меня просто их не было где, не было где хранить. Зимой я предпочитала пользоваться ароматами более такими холодными, более свежими, более зелеными, если можно сказать. И к этой категории ароматов я отношу Диор Жадор. Люблю очень этот запах зимой, он такой свежий, игривый, искрящийся, очень необычный и стойкий, достаточно стойкий. И из моей находки это французский парфюмерный дом Мулина. Духи, которые называются, послушай меня, Экут Муа. Очень яркий, очень неповторимый запах. Не знаю, можно ли это купить за пределами Франции, даже во Франции, не во всех парфюмерных магазинах можете этот аромат найти. Но если вы приедете во Францию и попадете на эту парфюмерную фабрику в Грассе на юге Франции, я вам очень советую, настоятельно рекомендую взять экскурсию, послушать историю этого парфюмерного дома, как создаются запахи. И после экскурсии во всех парфюмерных фабриках всегда предлагается познакомиться со всеми запахами и есть возможность купить. И вот я выбрала этот запах. Самый известный запах Мулинар не этот, но мне почему-то вот привлек меня именно этот аромат, потому что в нем есть шипровые ноты. Я очень люблю тоже шипровые ноты в ароматах. Они дают зимой такой свежий, с запахом немножко древесным, очень необычный. Если продолжить историю французских парфюмерных домов, которые малоизвестны за пределами Франции, но у Франции не очень известны, это еще и парфюмерный дом Фрагонар. Парфюмерный дом Фрагонар также находится в Грассе, парфюмерная фабрика, можно тоже посетить парфюмерную фабрику с экскурсией, а можно посетить магазины, которые находятся в разных городах Франции. В Париже есть в том числе несколько бутиков, вы можете попасть в других городах, тоже они есть. Точно не помню в каких, но можно зайти на сайт Фрагонар и посмотреть, даже заказать духи, но духи заказывать на сайте можно только, если вы точно уверены в запахе. В чем фишка Фрагонар? В том, что они все духи продают вот в таких алюминиевых флаконах и что это дает? Алюминиевый флакон позволяет дольше сохранить качество запаха духов, 5 лет, а то и более, потому что флакон алюминиевой полностью непрозрачный, солнечные лучи не проникают в ароматское стекло и не портят, не ломают его. В отличие от обычных духов, если вы храните духи где-то и возможно здесь попадание солнечного света, то в течение года-двух запах немножко может измениться. Вот в чем преимущество Фрагонар и также то, что они используют эти алюминиевые флаконы, это немножко удешевляет стоимость духов, качество духов абсолютно такое же, но если они используют флакон самый простой, не стеклянный, не изысканый, то вы платите только за духи. Флакон может быть алюминиевый, не знаю, стоит 5 евро, может быть 10 евро максимум. Когда вы покупаете духи в таких красивых стеклянных флаконах, то вы платите еще и за флакон конечно же, потому что чтобы создать такой шедевр, это тоже стоит достаточно дорого. Из Фрагонар у меня аромат Этуаль, это тоже такой шлейфовый легкий тонкий аромат, зимой мне очень нравится, я им пользовалась даже летом тоже. И Бальденуи это такой цветочный, игривый, пряный, ванильный аромат. Я его люблю летом и весной. благоухаешь сама, как весенний цветочный лук. Дальше у меня представлено, можно увидеть несколько флаконов Шанель и Герлен. Я их представила здесь вместе, потому что я отношу эти духи к таким цветочно-пудровым, пряным, амбровым. И мне очень нравятся такие ароматы, потому что они очень шлейфовые. Это классика, эти ароматы были созданы очень давно и до сих пор они пользуются спросом. Я обожаю использовать летом только парфюмированное молочко для тела Шанель номер пять. Этого вполне достаточно, чтобы создать очень легкий, очень неуловимый, тонкий шлейф аромата. Я даже не пользуюсь ни туалетной водой, ни парфюмированной водой, только молочком для тела. Потом, если вам вечером нужно куда-то идти на прием в гости, вы можете просто добавить сверху туалетной воды или парфюмированной воды, и у вас останется красивый шлейф. Духи Шалемар, отдельное слово, это для меня, это какой-то шедевр. Пудровые, шлейфовые, восточные, пряные, ауровые. Это вот все об этом аромате, он такой роскошный. Это не повседневный аромат. Я им пользуюсь достаточно редко, но когда им пользуюсь, настроение создается очень особенное. И Шанель Шанс. Шанель Шанс немножко такой игривый, более дерзкий, более звонкий аромат, и тоже, на мой взгляд, очень интересный. Из моих открытий. Из моих открытий это Картия. Я раньше никогда не покупала себе Картия, всегда мне казался этот запах очень, знаете, такой для взрослой женщины, для роскошной-роскошной такой леди, которая во всем бежу одета очень дорого, поэтому мне казалось, что этот аромат не для меня, и как-то однажды попробовав аромат пантера, я поняла, что он оказывается очень интересный. Этот аромат пантера, он для меня свежий, холодноватый, я его предпочитаю использовать зимой, и когда я его использую зимой, то шлейф тоже очень интересный, остается очень стойкий. Как вы видите, тоже у меня есть парфюмированный крем для тела, иногда я использую только парфюмированный крем для тела. Дальше. Из сладких, очень люблю сладкие ароматы, сладко-ванильные, сладко-пудровые. Закончились у меня были мои любимчики, Диор Эдикт и Диор Гипнотик Порсум. Они закончились, потому что очень их люблю. Пока не покупаю, потому что хватает остального. Но вот это пудрово-сладкие, пудровые ароматы, которые шлейфовые, которые необычные. И к этой же гамме, к сладким, пудровым ароматам я бы добавила немножко восточный, так он тоже сладкий, пудровый. Это Беллопиум. Очень, очень запоминающийся аромат. К сожалению, его сняли с производства, его уже нет. Продажи вы его не найдете. Но если вдруг где-то вы на него наткнетесь, не знаю, где-то что-то залежалось и осталось, очень рекомендую вам купить, потому что не пожалеете. Я, когда наношу эти духи, не было еще ни одного раза, чтобы мужчины мне не сделали комплименты по поводу этих духов. Мне кажется, что здесь добавлены еще и феромоны. И тоже у меня есть парфюмированное молочко для тела. Могу пользоваться только им, могу пользоваться в паре, чтобы создать более сильный, более шлейфовый аромат. Еще один сладкий аромат. Блэк Опиум, который уже вышел после Белль Опиум. Блэк Опиум, для меня он сильно сладкий, сильно фруктово-сладкий. Но иногда, когда хочется чего-то такого искрящегося, мандаринного, необычного, я обращаюсь к этому аромату. Очень уволю-волю. Эльфори от Кевин Кляйн. Это тоже мое открытие из недавнего времени. Нет, я вообще-то не очень любитель, не очень большой любитель американских духов, потому что, на мой взгляд, они более насыщенные. Я не могу сказать, что они агрессивные, они просто более насыщенные. Вот когда человек заходит в помещение, и все слышат запах этого человека, можно с 90% уверенностью сказать, что у человека американский парфюм. Если человек заходит в помещение, и сначала парфюм его не слышен, а когда проходит какое-то время, вот распространяется шлейф, то это, скорее всего, французские духи. Но Кевин Кляйн Эйфория, подруга мне моя близкая подарила, это нечто. Это пряно-восточно-цветочный аромат, слегка сладковатый, легкий, воздушный. И я им люблю пользоваться как летом, так и зимой. И плюс еще в том, что парфюмированный крем для тела, он с блестящими микрочастичками. Если вы наносите этот парфюмированный крем на тело, идете на какой-то прием, на вечер, или даже летом, днем выходите на солнце, ваши декольте, ваши руки, где будет нанесен этот крем, будут искриться необыкновенным блеском. Это вот мои любимчики, мои любимчики Пантера, Шалемар, Шанель, все любят, Шанель номер 5, Шанс, Беллопиум, Эйфория. Еще один аромат Шанель, который называется Коко, это по очень торжественным случаям цветочно-пряно-древесный, амбровый, шлейфовый. Но я его наношу только в очень торжественных случаях вечером, потому что он очень насыщенный. И еще одна находка моя, это один из недавних запахов, по-моему, 15-16 год, Ливен Лалик. Необыкновенный запах, амбра, пачули, какие-то белые лилии, какие-то пряности, непередаваемый запах. И поверьте мне, что на каждом, на каждом этот запах звучит по-разному, на каждом он открывается по-своему. Либо использует только парфюмированный крем для тела, либо парфюмированную воду, либо все вместе. Очень стойкий, очень неповторимый. И тоже вот именно с этим запахом я очень часто слышу комплименты от мужчин. Еще один интересный аромат, водка On The Vox. Аромат дома Киен. Аромат свежий, свежедревесно-амбровый. Люблю его использовать зимой. Хотя можно, конечно, и по каким-то особым вечерним событиям, но вот мое предпочтение зимой. Зимой он открывается очень необычно. И даже сама коробка... Я обычно коробки все выбрасываю от духов, но здесь я даже оставила коробку, потому что сама коробка, это, видите, как произведение искусств. Вот такая необычная. Если вы ищете какой-то необычный подарок для человека, которого не знаете, чем удивить, можете выбрать какой-нибудь аромат Киен. Это нишевая парфюмерия и очень есть интересные запахи. Как запахи, так и названия очень интересные. И, наверное, я не могу сказать, что первое место, но это тоже вот мои фавориты. Это запахи Джумалон, английский парфюмерный дом. Почему я их люблю, объясню. Потому что можно использовать либо только один аромат, который вы выберете, вам понравится. Я очень люблю ароматы. Они все в одинаковых флаконах, либо в прозрачных, либо в черных. И в прозрачных флаконах ароматы более легкие. В черных флаконах ароматы более насыщенные. У меня аромат Blackberry Bay. Очень обожаю этот запах. Blackberry ежевика. Но мне пахнет черной смородиной. Мне пахнет зелеными листами черной смородины. Этот аромат, он такой дерзкий, такой смелый, свежий, непередаваемый аромат сам по себе. Также этот аромат можно... Концепция этого дома, что ароматы между собой можно соединять. Можно на себе их смешивать и можно получать очень интересные вариации. Можно смешивать один насыщенный аромат с другим насыщенным ароматом. Вы получите опять насыщенный аромат. Новую версию этого насыщенного аромата. Можно смешивать легкий аромат с легким ароматом. У меня здесь легкий аромат Blackberry и наши Blossom. Наши Blossom более цветочные, более сладкие. Это более свежие. Я их когда смешиваю два, получается очень игривая пара, очень интересный аромат. Также я экспериментирую. Я смешиваю Blackberry с Бергамотом. У меня от Бергамот один флакон и второй флакон Амбра Пачули. Смешиваю Blackberry с Амбра Пачули. Либо смешиваю даже три аромата. И тоже получается очень необычно. Если хотите тоже кому-то сделать приятное, какой-то необычный подарок из парфюма, имейте в виду, Джумалон тоже очень интересный вариант. И что бы еще хотелось сказать, что я люблю вот такие флаконы для духов, которые можно носить с собой в сумке. Очень удобный флакон. В него, не помню, сколько помещается, может быть, 10-12 миллилитров. Флаконы эти продаются тоже во Франции. Я покупала в магазине парфюмерии Mariano. И в Сифоре тоже, по-моему, такие можно найти. Если вы бываете во Франции, вы можете это купить себе легко. Может быть, и в Украине, и в России, и в Белоруссии тоже это можно найти. В чем фокус? Флакон продается пустой. У меня здесь во флаконе лимонолик. И этот флакон можно легко наполнить вашим любимым ароматом. Как это делается? Вы снимаете с пульверизатора колпачок с ваших духов. И красным пластиком. Это здесь отверстие, которое одевается на белую трубку пульверизатора. И потом просто вот такими несколькими движениями заполняете ваш флакон дорожный для сумки. Или удобно выбрать поездку. Потому что в чемодан положить, я не знаю, сколько грамм, 400, точно полкилограмма вес этого флакона с духами. А так вы себе набрали дорожный флакон. Вот такой красивый. Разные цвета. Серебристые, золотистые, фиолетовые, розовые, белые, черные. По-моему, можно выбрать любой цвет. Набрали и положили себе в сумочку. И поехали. Легко, удобно и весело. Вот. На этом все, мои дорогие друзья. Я была рада вас видеть. И всем пока-пока. До скорой встречи. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok